Здарова, с тобой Гар. Нашему любимому многострадальному Battlefield 2042 уже почти два года, и у всех назревает вопрос, а что же будет с игрой дальше? Будет ли поддержка после пятого сезона? На фоне последних новостей у многих появились вопросы. Так вот, я решил разобраться, собрав все известные утечки и факты, о чем расскажу дальше в видео. А пока ставь лайк, подписывайся на канал, жмякай колокольчик и пиши в комментарии, хочешь ли ты видеть подобные видео. С релиза Battlefield 2042 претерпел колоссальные изменения, от ввода классовой системы до добавления оружия из хранилища и так далее. Более подробно я рассказываю о проделанном разработчикам пути в одном из своих первых видео, ссылка будет в описании и в правом верхнем углу. И по моему мнению, теперь имеет право называться громким именем Battlefield. Прежде чем я начну, хочу попросить вас отнестись к этому видео как к аналитике. Всего того, что было сказано разработчиками и накопано датамайнерами. Соответственно, этого может и не произойти. Но начнем мы с первого факта. Как я рассказывал в видео, о котором упомянул выше, у 2042 был очень тяжелый релиз. Если честно, я ожидал, что EA забросит игру. Однако разработчики проделали огромную работу над ошибками и привели игру в порядок. А также впервые в серии взялись за переработку старых карт и достаточно успешно. Практически все реворки вызвали положительные отзывы у игроков. Переделали баланс всего и вся. Добавили классы. Да в целом вы и так все знаете. Причем дальше у разработчиков есть большие планы по изменению баланса пушек из хранилища, баланса техники, взрывных устройств, добавление стационарных орудий, взаимодействие отрядов и специалистов, различные улучшения для удобства интерфейса. Из этого я делаю вывод, что если они хотели бы прекратить поддержку, то не тратили бы столько сил на переделку изначально сломанной игры. Так как переделать что-то уже готовое намного сложнее, чем сделать это с нуля. Иначе, какой смысл? Идем дальше. Недавно Electronic Arts закрыла Battlefield Mobile по понятной всем причине. И часть разработчиков направили на помощь в работе над серией Battlefield, в том числе 2042. Еще один фактор, это то, что изначально разработчики заявили о том, что четвертый сезон станет последним в плане лора и сюжета. А после объявили нам, что это не так, и сюжет будет продолжаться в последующих сезонах тоже. Кстати, у меня на канале есть плейлист с роликами, где я разобрал полностью лор и сюжет. Ссылки будут в описании и в правом верхнем углу. Ну и пасхалки, куда же без них? В последнее время их становится все больше. А это значит, что либо разработчиков в команде стало больше, либо времени на это. Пасхалки тоже разбираю на канале, ссылка по традиции везде, где только можно. Теперь перейдем к сливам и датамайнам, которые могут указывать на будущие сезоны. Первым делом я хочу указать на очевидные вещи, которые почему-то никто не замечает. Если перейти в коллекцию на вкладку дроны, то мы увидим, что наш робопесик Рейнджер находится в разделе «Наземный». Становится ясно, что в игре появятся и другие дроны. Например, в одном из первых датамайнов Temporial обнаружил невыпущенный беспилотник Су-70 «Охотник» и значок мастерства на него. А также мы его видели на загрузочном экране четвертого сезона. Возможно, появятся и водные. А вот как раз проводный вид транспорта. Жесткая корпусная надувная лодка в двух вариациях. Ее иконка мастерства и иконка гидроцикла, что может указывать на появление водной карты в одном из будущих сезонов. Фанаты очень просят. Далее по картам. Как мы уже знаем, в пятом сезоне выходит карта, вдохновленная четвертой батлой. И чем-то напоминает завод 311. На ней будут стационарные турели на манер карт из портала. Разрабы в будущем могут добавить их и на другие карты. Тут же из этого может следовать, что будут ночные вариации или карты. Так как наш гном-копатель находил еще вот такие прицелы. Часть из них уже есть в игре. Например, теплоки. А часть из них появится в будущих сезонах. Прицел ночного видения, тритеевая мушка, прицел x6. Ну и еще. Могут добавить карту в портал, судя по этому датамайну. Это одна из карт Бэткомпани, Порт Валдес, либо Панамский канал. В будущих сезонах, возможно, появится новая механика, основанная на взаимодействии отрядов. Звучит это так. Отряды могут открывать миссии во время матча и получать разного рода награды. Включая батл-пикапы и авиаудары, которые можно вызвать после успешного выполнения задачи. Модель действующей крылатой ракеты уже есть в игре. В пасхалке четвертого сезона нам ее уже показали. Видео есть по ссылке. Остается ждать и надеяться. Ну и парочка старых новых гаджетов тоже, возможно, появятся в будущем. Гранатомет с дистанционно управляемой ракетой наподобие СРАУ из БФ-4. И лазерная растяжка, похожая на гаджет профессионала из Хардлайн. Опять же, это все уже есть в файлах игры. Ну и на этом скриншоте вы можете видеть кодовые имена специалистов, которых еще нет в игре. И теперь хочется продемонстрировать вам несколько железобетонных намеков на будущие сезоны. А именно, что их будет в 8. Сначала я зачитаю заявление разработчиков. Мы собрали выдающуюся творческую и руководящую команду. Я знаю, что на этой неделе у нас сбор команды в Швеции. И они очень оптимистично настроены по поводу того, как продвигается работа. Battlefield прочно укоренился в этом первом столпе нашей стратегии создания игр и впечатлений, которые привлекают и развлекают массовые онлайн-сообщества. Мы думаем, что Battlefield станет значимой частью нашего будущего. И со временем мы расскажем о нем больше. Из этого, я предполагаю, не стоит ждать новый Battlefield до середины 2024 года. А в этом году не будет даже анонса. Что не может не радовать, так как хочется, чтобы следующая батла вышла сразу доделанной и вернула серии тот самый успех и значимость. Ну и шанса у EA на провал больше не осталось. Идем к самому важному. На скриншоте вы можете видеть упоминания будущих патчей сезонов из файлов игры. Далее есть прекрасный магазин Origin. Сейчас на замену ему пришел EA Play. Так вот, в коде магазина найдено упоминание некоего набора Year2Upgrade. Как мы уже знаем, в первый год поддержки входили первые 4 сезона. Соответственно, мы можем предположить, что во второй год также будут входить 4 сезона. Видимо, анонс второго года поддержки совсем уже рядом. Что подтверждает слив инсайдера Билли Билл Куна. Он говорил, что Battlefield 2042 ждет новое издание, которое вышло 26 мая. Под названием Battlefield 2042 Elite Edition. Он содержит весь геймплейный контент первого года. Скин для Рао, скин для дробовика MKS 880 и скин для Кондора. И подтвердил детали о втором годе поддержки. Свежая версия игры уже доступна на консолях и PC. Запуск пятого сезона состоится 7 июня. Первый год поддержки как раз завершился с выходом четвертого сезона. Напоследок в сеть слили скриншот внутреннего непубличного опроса, который DICE проводят среди кого-то доверенного. Звучит он так. На каком контенте вы бы хотели увидеть больше фокусировки в будущих сезонных пропусках Battlefield 2042? Что подтверждает все вышесказанное. Но также есть одно но. Все мы помним, как закончилась поддержка Battlefield 5. Так вот, Temporal все-таки рекомендует поумерить ожидания по поводу дальнейшей поддержки Battlefield 2042. В аппе Ориджина остались упоминания наборов, связанных только с пятым сезоном игры. Но тут может быть нюанс. ЕА перестает поддерживать Ориджин. В общем вот, я постарался собрать самую интересную и значимую инфу из всех сливов и датамайнов. Я очень надеюсь, что точно будет 8 сезонов. Еще есть огромный нереализованный потенциал, который я вижу в этой игре. Например, можно что-то придумать с леволюшином. Есть еще как минимум 2 незанятых слота специалистов. Или грамотно подвести нас к Battlefield 2142 с помощью гигантов. Надеюсь, это видео станет пророческим. А чтобы это точно было так, ставь лайк и подписывайся на канал. А также пиши комментарии, как думаешь, будет ли поддержка до 8 сезонов или нет. Очень интересно узнать ваше мнение. А в следующем видео я продолжу разбор лора и сюжета. В нем я разберу события всех 5 сезонов и ивенты. С вами был Гаар. Всем пока.